Приветствую вас, друзья! Вы на канале Есть Вопрос. Меня по-прежнему зовут Александр. Ничего не меняется в этом мире, в отличие от цен на образовательные конструкторы. И о них я предлагаю сегодня и поговорить. Очень много, друзья мои, приходит запросов, что делать в это нелегкое время. И, о боже, LEGO Education ушло с рынка, как и розничные магазины LEGO. И давайте разбираться с этой историей, паниковать, покупать, тратить последние деньги, покупать все в 3 дорогое, покупать на авито. В общем, что покупать, по каким ценам и для чего. Ну и что затягивать? Давайте начинать! Итак, друзья, про LEGO. Вы видите такой значок, не зря у нас тут появился. Мы опускаем с вами обсуждение политических причин, кто куда ушел, кто к этому, собственно, что этому способствовал. Говорим про наше насущие. А насущие у нас достаточно просто. Есть у нас дистрибьюторы. Это те ребята, которые завозят в Россию LEGO большими партиями. И потом, в зависимости от своей политики, они устраивают те или иные конкурсы, чтобы поддержать продажи. Все, проговорили. И мы с вами все знаем, что робототехника LEGO Education это топ номер один. Потому что целый институт работает для того, чтобы вы, как педагоги, получали классные методики и с ними занимались. Получали еще фидбэк от детей, потому что они очень легко усваивают этот материал и, собственно, завоевывают какие-то места. А еще потом они устраиваются на классную работу. То есть, все это прекрасно и здорово. И это дает именно LEGO Education. Никого рядом в ближайшем времени нет, чтобы вам не лили в уши другие поставщики. Друзья, LEGO Education самая крупная структура, которая очень много времени потратила на это. Вот лучше их? Нет. Все, запомните это, пожалуйста. Все остальное это попытка повторить. Далее. Тема номер два. Была крупная паника. LEGO Education закрыла свой сайт на русскоязычной. И теперь вы ничего не скачаете. Тоже это, опять же, паника, которая поддерживается другими поставщиками и просто паникерами, которые любят это делать. Ничего страшного для нас с вами не произошло. Почему? Во-первых, зачем нам нужен был сайт? Вы, как наши клиенты, допустим, как мои знакомые, 50% из вас даже не знали, что есть такой сайт. Можно скачать любую инструкцию, да? И, собственно, быть в курсе последних новинок, что-то там заходить, обновляться. Потому что все делали это либо через официальные магазины Google Play, Apple Store, Windows Store, да? И обновляли этот софт. Все. И вам больше не надо было заходить на официальный сайт. Соответственно, вы ничего не потеряли. Кроме того, англоязычные и на других языках сайты, они доступны. Пожалуйста, заходите, качайте там. Будет, допустим, инструкция для первых механизмов, которых уже и нет вроде, вы скачаете на английском языке. Ну, а на русском что там смотреть? Там три буквы. Господи, ничего вы не потеряли. Поэтому паника – это все ерунда. Забываем про нее. И просто, если нужно, вот я специально перед выпуском на свой компьютер, на Windows 11, да, на этой кривой косой системе, легко скачал с официального сайта, русскоязычный. Не с официального сайта, а с официального магазина Windows Store. Русскоязычные продукты на виду 2.0, соответственно, и на Spike Prime. Все. В них заходим. Псов на русском языке. Кто-то меня хочет отвлечь. И, соответственно, помимо этого, все инструкции, книги учителя тоже на русском языке. Соответственно, вы ничего не потеряли. Не надо паниковать. Живем как есть и наслаждаемся. По поставкам. Официальные дистрибьюторы говорят – поставок нет в России. Все, что есть на складах – покупайте и кайфуйте от этого. Все. Больше мы ничего сделать не можем. Какое время – мы не знаем. Все зависит от политики. Все. Мы с вами смирились и живем. Резко сейчас подрываться, покупать по завышенным ценам, а наборы взлетели. К примеру, сейчас в розничном магазине мы можем приобрести Spike Prime за 55 557 рублей. Хотя, несколькими месяцами ранее, да, этот ценник состоялся ракет. А до этого мы там за 30 с чем-то его продавали. Ну, то есть, цены растут не из-за того, что курс у нас так уж куда-то улетел, а из-за того, что, опять же, есть ажиотаж, есть дефицит, и вот они вот так растут. Вам я всем советую сделать следующим образом. Приобретать сейчас у тех, у кого база основная построена на наборах Lego Education, пакетики с запасными частями. Даже в разнице в курсе, да, и вот в этой смешной экономике, она не столь существенно влияет на маленькие суммы. Соответственно, там изменится цена от 1300 до 2000 рублей, вы немного потеряете. Зато у вас наборы будут в ближайший год работать, функционировать, сможете с ними заниматься. Пусть будет в меньших группах, но вы будете заниматься на нормальных инструкциях, да, с нормальным, понятным софтом, который понимают дети, которые любят его. Соревнования, я думаю, так и будут проводиться в ближайшее время, их все переименуют, они не будут относиться к Lego, потому что, да, Lego ушло. Вот, но они будут проводиться, потому что структуры-то эти остались. Поэтому не паникуйте, ради бога. Соответственно, поддержите свой парк в нормальном состоянии, покупайте, допустим, для видушек, да, которые снят с производства, вы уже ничего в любом случае не могли купить, там единичные какие-то пакеты у официальных представителей, ну, пожалуйста, на AliExpress заказывайте элементы. Когда ко мне обращаются, я ничего сам не продаю, я даю ссылку на AliExpress, говорю, вот эти цепочки, которые вы потеряли, и резинки на колеса, купите там, это вам дешевле будет, придет через какое-то время. Не надо покупать одну штуку, покупайте с запасом 10 штук. Вот, поэтому, всем рекомендую так. Но, тем не менее, жизнь идет, кто-то ищет что-то новенькое, и я кратенько вам сейчас расскажу, кто остался на рынке, и, соответственно, на кого можно плюс-минус ориентироваться. Опять же говорю, это не полноценная замена набором Lego Education, потому что того качества вы не увидите, именно в методологической точке зрения вам его не предоставят. В качестве детали каждый сам выбирает для себя. Итак, есть у нас поставщики, точнее производители из Южной Кореи, которые называют Robo-Robo, и у них тоже есть такая система, как разделение по возрастам. То есть есть алгоритмизация, простое такое конструирование с элементами электроники, да, и уже взрослое программирование. Например, алгоритмизация с элементами конструирования, когда мы ручкой там составляем программы самые простые, и дети самые маленькие, от 3 до 6 лет это могут делать, называется Akira Step. Соответственно, те, кто знает этот набор, тоже должны знать, что Akira Step это новая версия, которая выпущена в 2022 году, и заменила она Robo Kids. Собственно, это набор, который рассчитан на самый младший возраст, да, по системе Robo-Robo. Далее у них идет набор для детей с 7 до 9 лет, и они называются УАРО, и они более известны, их уже продвигают где-то в районе 4-5 лет, ну, достаточно продолжительное время. И, правильно, наверное, говорить УАРО, я в описании для вас специально оставлю рабочую тетрадь, презентацию этого набора и, собственно, что еще? Ну, еще дополнительный материал. Опять же, видеоряд вы увидите. На эти наборы, поскольку они 5 лет продержались на нашем рынке, а еще и производятся в Южной Корее, мы понимаем, что, в принципе, у нас отношения с ними пока неплохие, и большое количество на складах, их можно рассмотреть к приобретению. Но вы спросите, что дальше ты можешь нам предложить? А дальше я могу вам предложить наборы, которые от 10 до 14 лет, это уже средняя школа, и они называются RoboKid. В чем фишка? То есть вот все наборы, которые я говорил, они имеют дополнительные ресурсные наборы. И, собственно, из-за этого только сегодня я про них говорю. То есть один поставщик, который понимает, что надо выпустить каждый набор для своего возраста и дать ресурсные наборы, дабы, приобретя базовый набор, педагог загорится и захочет расширить его функционал. То есть это правильная логика, и так должны думать совершенно все. Выпускаем базовый набор, следим, продажи идут, люди понимают, и мы их дополняем. Вот RoboRobo – это один из неплохих вариантов, в принципе. На канале не было его обзора по одной простой причине, потому что у нас был Leco Education. И вот именно замену полноценному я тут не вижу. Но, опять же, вы оцените самостоятельно, потому что у вас есть рабочие тетради. Далее Fischer Technique – это крутой набор, но он из Германии. У поставщиков пока есть. Fischer Technique – это система, опять же, строящаяся по принципу Lego. У них есть розничные серии и есть серия образовательных конструкторов. Вот самая золотая середина я нашел конструктор, который будет называться Fischer Technique 4.0, базовый набор. И он вам обойдется в 86 тысяч рублей. И вы скажете, стоп, Spike стоит, сколько я вам говорил? 55 тысяч рублей. И ты говоришь, это дорого. Тут 86. Ну да. Вот такая разница она всегда была. Fischer всегда были дороже. Да плюс еще разница вот в этих непонятных ценах. И все улетает в космос. И то время, когда мы говорили, что 30 тысяч рублей для EV3 – это вообще завышенная цена. Этого времени нет. Привыкайте жить в новых реалиях. Платить непонятные деньги за непонятные конструкторы. Далее. На нашем канале появлялись классные конструкторы набора. Точнее, робо-вундеркинд. Образовательная серия, которая мне очень нравится. Я всегда говорил, что это не замена, а именно, что между видушками, да, или в дополнение к видушке я бы вундеркинды добавлял с точки зрения изучения практика применимости датчиков. Потому что роботы там собирались из кубиков, быстро так собирались. Программирование доступное. Книга учителя классная. Она есть в свободном доступе. Кому интересно, вы можете загуглить. Если я ее найду, кину вам в описании. Опять же, почитайте, посмотрите. И плюс робот рассчитан на работу с детского сада по начальную школу. Соответственно, мы могли с вами заниматься прототипированием. Прикинуть, перед тем, как строить какую-то модель, какие датчики для решения задачи мне нужны. А датчиков там миллион. А вот робовундеркинд сейчас, на текущий момент времени, стоит у нас базовый набор 49 510 рублей. Дешево? Так никто не скажет, дешево это или дорого. Это так, как есть и по-другому быть не может. Опять же, робовундеркинд это Австрия. А Австрия это Европа. А с Европой у нас отношения непонятные, но на рынке он есть и покупать робовундеркинд или еще что-то, давайте я вам предложу аналог. Аналог робовундеркинда это Тинк Ама Тинкер. Могу ошибиться, как он называется. Это китайский аналог и ранее на канале я про него не рассказывал, потому что у него есть ряд ограничений. Хотя он и заявляется точно так же, как и робовундеркинд, типа это его аналог. Кубики имеют маленький размер. Если робовундеркинд, вот он у меня здесь стоит, удобен каждый кубик держать в руке, в детской ручке, не во взрослой руке и соединять. То есть там очень маленькие кубики. Плюс у робовундеркинда зарядка идет от основного блока, то есть он основной блок, в котором встроен гироскоп и другие датчики, в том числе и динамики. Он в принципе располагает батареи и всю разводку мы делаем через специальные элементы на каждый датчик. То есть нам заряжать нужно только основной блок. То у Тинк Ама мы будем с вами заряжать каждый датчик отдельно. Это очень удобно, но в комплекте есть разветвитель. Если хотите с проводами заморачивать, то почему бы и нет. Опять же, не забывайте, что подход к написанию кода у всех свой. Он понятен, доступен детям, но у всех свой. Посмотрите, полазите. Если есть необходимость закупаться в этом году, пожалуйста, делайте. Это вот зная, что есть вот такие аналоги конструкторов. Кроме того, всем я говорил, не забывать про PyTechnologies. Крутейшие конструкторы. Именно вот эта серия. Про этот выйдет ближайший или вышел. Я еще не знаю в какой момент у нас ролики будут выходить. Про этого колобка ролик вы все узнаете. Но робот Бодзи для детского сада, для дополненной реальности, для конструирования. Это вообще пушка, бомба и он должен быть у всех. В разрезе с Lego Education. То есть как дополнение он может быть. Потому что это другой подход. Потому что он по-другому работает. И именно показать детям разницу. Это очень качественно. То есть PyTechnologies, именно с точки зрения компании, производящей наборы, вот в мое понимание, это очень крутые ребята. Так же, как и MakeBlock. MakeBlock это ребята, которые предоставляют наборы для детей постарше. Напоминаю, что у нас было тоже несколько обзоров на канале. Вы все их можете посмотреть. Они будут в описании. Это конструкторы, которые вот кодероки. Вот так вот они выглядели, напоминаю. С программированием больше связан, а не с конструированием. Хотя мы имели возможность что-то на него цеплять. Вот. И классический MakeBlock, который похож на Arduino. Качество классное, бомбическое. Производство в Китае. Соответственно, с Китаем хорошие отношения. Мы понимаем, что приобретя их как дополнение, как некую другую степень развития, мы ни в коем образом не будем рушить Lego Education. То есть у нас просто будет система, а бывает вот так. Потому что там голые платы, интересно посмотреть. Вот. А кодероки с дополнительными датчиками мы можем использовать на других предметах. То есть это межпредметный набор, допустим, на биологии, для изучения влажности почвы или еще на чем-то. То есть опять же мы смотрим, чтобы наборы были универсальные, которые будем встраивать в систему в надежде на то, что Lego Education все-таки вернется. Пока российские ребята что-то у нас тут не сообразят, не придумают свою систему. И, друзья, еще хочу обратить ваше внимание, на канале этого не было, но в голове я всегда держу, что есть у нас такая компания как Giga. И Giga, собственно, это Тайвань, это тоже Китай. И пока хорошее отношение, у Giga есть тоже классное решение. Но, опять же, они условные вот такие. Допустим, у нас был обзор вот этого набора. Вот робот у нас такой стоит тут. Вот так вот он выглядит. Я вам, друзья, покажу его. И я очень нелестно о нем отзывался. Вот именно как об отдельном конструкторе я как нелестно отзывался, так нелестно и сообщу вам. Ничего у меня мнения о нем нисколько не поменялось. Ну, собственно, вы видите, что с ним происходит. И так оно и есть. Но сейчас вот внимание, попробуйте понять. У Giga есть классная система обучения, которая мне очень нравится именно как системный подход. То есть вы приобретаете в класс, в зависимости от ваших нужд, либо система обучения для дошкольников, начальная школа или средняя школа, в которую будут включены стойки для хранения, будет много контейнеров, будет тетради для развития, плюс разная тематика. Работотехника, STEM-образование, конструирование. То есть вы выбираете сами. И весь год, вот допустим, для детского сада, если вы приобретаете такую систему, то вам в будущем необходимо будет только приобретать дополнительные тетради. Либо, я не знаю, может там поставщик будет вам их выдавать, а вы будете их печатать. Вот именно с этой точки зрения очень классно, когда у тебя единая система, она будет очень долго жить. Да. И одна и та же система подходит на все возрастные группы. Вы ничего больше не докупаете с точки зрения конструирования. Вот у детского сада такая история. А тетрадки меняются, да, в соответствии с тем, какой у вас возраст. И вот этот подход крутой. И вот в этом подходе я готов мириться с некоторыми недостатками, да, именно по пластику, по коннекторам, которые я встречал в этих наборах. Но, опять же, мы это все должны продумать и грамотно встроить нашу образовательную практику. Вот такая вот история у нас получается. То есть, на текущий момент времени я рекомендую всем сделать следующим образом. У нас, помимо робототехники, с вами есть куча вещей, которыми мы можем заниматься. Можем заниматься образовательной средой, наполнением. Можем заниматься больше наукой, да, STEM, а в целом подходом развития моего. И в этом году я бы сделал небольшую паузу в развитии робототехники, как такового, да, в закупках, не покупал целый класс, а немножко притормозил. Потому что Lego по-любому вернется. И вы сможете за нормальные деньги купить нормальные наборы и выстроить хорошую, грамотную систему, которая у вас будет работать. Если с Lego Education у вас не заработают, я не знаю, что с вами не так. А далее, сейчас бы я свои денежки тратил на небольшое исследование. Допустим, вот такой набор один приобрел, дал педагогу потестить второй, третий. Но основные средства тратил на то, чем мы не занимались ранее. На STEM. В STEM классно приобретать, потому что куча научных конструкторов наборов есть, куча исследовательских различных историй. Когда мы приобретаем классные микроскопы. Вот этого всего на рынке много. Оно качественное. И с этим можно заниматься. Опять же, когда вы купите Lego Education, оно расширит функционал именно STEM-составляющих. Поэтому здесь, мое мнение, сейчас ставим на паузу, приобретаем расходные материалы, те, которые могут потеряться именно с точки зрения Lego Education. Либо докупаем за вот эти космические деньги в розничных магазинах по одной штуке того, чего вам не хватает. Допустим, у вас сейчас три Spike Prime, для подгруппы надо четвертую. Вот тогда бы я приобрел. И просто сидим, ждем и наблюдаем на эту ситуацию. Деньги основные тратим на то, что сейчас пока не столь популярны, цены не столь стремительно выросли, чтобы потом не кусать свои локти, когда эта вся ситуация немножко отыграется. А я думаю, что так и будет. Вот таким образом я, собственно, предлагаю вам поступать. И, друзья, не расстраивайтесь. Все будет у нас классно и вы молодцы, что заходите на наш канал. Значит, вы те, кто что-то ищет. А кто ищет, тот всегда найдет. С вами был Александр, канал Есть Вопрос. Мне очень важно узнать ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Какие наборы вы уже приобрели и с какие наборы доставляют вам удовольствие. Может быть, вы больше любите паять на Ардуино. Может быть, вы наоборот любите конструкторы. Кучу конструкторов я не проговорил. Вот покажите мне ваш интерес, что вам интересно. До новых встреч и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok